Добрый вечер, дорогие телезрители! Понедельник, 19.30, вы, включив свои телевизионные приемники, попадаете на будничный суперпрайм «Не пропустите главное», который мы, сегодняшние участники передачи, посвященного Дню науки, постараемся действительно сделать суперпраймовым. Итак, в 1724 году указом императора Петра I была образована Российская академия наук. С того момента ведется отчет российской науки. И собравшаяся сегодня у нас в студии солидная, компетентная, такая научная мужская компания, она, безусловно, имеет свое видение о развитии науки, состоянии науки в республике на текущий момент. И с этим они с вами сегодня с радостью поделятся. Мы начинаем. Компания ученых мужей, я чуть бы не сказал, забыл, что у нас еще и ученая дама. Всех, кстати, с Днем Российской науки еще раз. Очень примечательный праздник. Давайте вот мы вначале остановились, вернее, сделали акцент на том, что когда было удобнее все-таки праздновать? День Советской науки или День Российской науки, товарищи ученые мужи? Ну, можно сказать, что... Я так думаю, что апрель-то был потеплее. Да, но основное время, которое мы находимся в системе Российской академии наук, мы, конечно, праздновали в апреле. Второе воскресенье апреля, но более теплая погода. И тут мы говорили, что это после Дня геологов, да? Поэтому это было, может быть, удобно. Но, в общем, историческая правда тоже должна была восторжествовать. И вот как было 290 лет назад было узаконено, вот теперь мы празднуем 8 февраля. И кто-то из последствий в студии сказал, что сегодня еще одна дата, связанная так или иначе с Российской наукой, день рождения Менделеева. Да, об этом, конечно же, как человека, который внес значительный, я бы сказал, неоценимый вклад в развитие Российской науки, забывать, конечно, нельзя. Но, хорошо, мы сегодня имеем то, что имеем. Объявили очередной этап реформирования Российской науки. Ну, посчитали какие-то экономические выкладки и так далее, это на уровне руководства страны. И уже было объявлено о том, что следует оптимизировать, скажем, каким-то образом научные институты. У вас нет ли у всех опасения того, что слово оптимизация вот этой науки, она как-то может вылиться в банальное урезание финансирования? Ну, можно я тогда тоже несколько слов. Конечно, эта реформа Российской академии наук нужна была. По сути, Российская академия наук уже начинала эту реформу. Но, как очень сложная такая ответственная система, мы, конечно, его начинали такими шаг за шагом, ответственными такими мероприятиями. А вот федеральный закон, который в 2013 году начался, он, конечно, был таким внезапным. И на сегодня мы все-таки надеемся на то, что будет действовать правило двух ключей. Это согласованное действие президиума Российской академии наук и ФОНО России. Вот в результате реформенных процессов образована новая правительственная структура, Федеральное агентство научных организаций. Они следят за финансовыми нашими поступлениями, за материально-техническими ресурсами. А Российская академия наук выполняет функции, которые свойственны выполнению научных исследований. И вот эта система, конечно, должна работать очень слаженно, чтобы была результативная работа научных организаций. Товарищ Лебедев, я, кстати, утром проводил такой установочный эфир. Были молодые коллеги ваши, которые с очень большим оптимизмом смотрят будущее и говорят, в любом случае мы не прекратим, у нас выбор сделан, выбор сделан в пользу науки. Мы от этого не отрекаемся, никуда в какие-никакие коммерческие структуры, скажем так, не будем отбегать. Пока, может быть, времена разные могут быть. Просто ситуация такая, за исключением неистического хозяйства и за исключением представителей Академии наук, фактически все имеют отношение к каким-то недродобывающим отраслям, геологоразведке, международоведению, нефти и газу и так далее. Вам, наверное, все-таки легче будет конгломерироваться некий такой, ну, если будет представлена бизнес-модель науки, которая, ну, как еще раз до эфира было сказано, модель, которая представлена в Шерли, которая представлена в других изыскательских компаниях на Западе, она является своего рода таким маячком. Нет пророков у нас в своем отечестве? Или почему все западное должно браться за основу? Ну, несколько слов тоже о реорганизации я скажу о том, что... Потому что точка зрения, что такое реорганизация науки, от кого она идет, это во многом зависит. И когда мы начали говорить о реорганизации, значит, структуризации всех институтов, то появились многие непонятные системы. Вот в настоящее время, наверное, мы в полгода разбирались, а что это за система? Там ФИЦ, ФНЦ и так далее, столько много букв. Что такое национальные исследовательские институты? Страсть всей этой реорганизации в том, что была хорошая задумка создать какие-то структуры, которые бы работали, ну, будем говорить, в одном направлении. Если межзлатоведы, то это межзлатоведческая часть объединялась. На самом деле, все, что сейчас происходит в России из формирования первых ФИЦ, которые есть, оно не соответствует той действительности, и многое становится непонятным. Поэтому возникает сразу опасение о том, что же будет, и как же пройдет эта реорганизация. Опять реорганизация идет с позиций, непонятно с каких позиций. Ведь есть здравый смысл. Можно сделать несколько структур, дать им возможность развиваться, и тогда все сами войдут в эти структуры реорганизации. А когда нас заставляют войти в те структуры, в которые мы иногда не понимаем, что от нас в конечном итоге потребуется, это же слова, там, мультидисциплинарные исследования, они всегда в Академии наук были мультидисциплинарными. Но сила была проектов, а сейчас хотят согнать под одну крышу. Мы с вами в России, наверное, в 90-х годах имели 22 таких комплексных института. Так и назывались комплексные институты. Сейчас их остался один. Выжил один? Остался один. Сочли целесообразным остаться на голове? Опять разойтись, опять... Ну, это по названию. Да. По содержанию, в общем-то, комплексных институтов очень много. Ну, взять, например, институт меслотоведения. У нас работает порядка 70 специалистов разного профиля. У нас работают и теплофизики, и физики, и географы, и гидрологи, и гидрогеологи, геологи, литологи, геохимики, инженеры-строители и так далее. Я просто могу назвать порядка 30 специалистов. Так вот, сходу. То есть, это комплексный институт. Хотя в названии... Хотя в названии отражено только мерзлотоведение. Мерзлотоведение. Мы соединяем институт биологических проблем. Ну, я просто, к примеру, говорю. Институт сельского хозяйства для того, чтобы создать продукт эффективного растеневодства. Может быть, так рассматривалось. То, что институты комплексные, я думаю, в каждый институт скажут, что у него работают специалисты, ну, по меньшей мере, 20-30 специальностей. Потому что в науке по-другому никак нельзя. Вот наличие и продвижение эффективного продукта, да, ваших исследований, это является ли своего рода мерзилом, скажем так? Так, ну, эффективность и деятельность научного учреждения. То есть, есть, допустим, несколько патентов, несколько продуктов, которые уже налажены в производстве их. Что вообще является, скажем, мерилом эффективности? Ну, вообще-то мы же из системы Российской Академии Наук, и мы выполняем фундаментальные исследования. Поэтому вот те показатели, которые вы называете, конкретные такие явления, ну, патент или какой-то еще другой результат, это, в общем-то, результат, который появляется после фундаментальных исследований. Поэтому вот нам не было... Это следующая ступень. Да, это следующая ступень, на это иногда уходят десятилетия. Поэтому, а сейчас нам такие условия ставят, что мы должны быть успешными только наукометрией. Это публикации, публикации, это конкретные статьи. Причем наиболее эффективные публикации за рубежом. То есть, мы, по сути дела, наиболее эффективный научный сотрудник, если будет публикация только за рубежом, он будет получать и больше, и больше зарплату, и больше преференций. И вот к чему еще. Государство у нас к науке относится как к очень любимой жене, но которая предпочитает за каким-то ширмой какой-то, да, содержать. То есть, она не подпускает там какие-то бизнес-структуры, не подпускает какие-то коммерческие какие-то организации. То есть, да, я забочусь, я проявляю заботу, вы моя любимая жена и так далее. Ну, сколько вы получаете, скажем так, это уже вопрос третий. А почему вообще такое явление у нас в стране имеет место быть? А тогда еще раз вернусь к модели Шелла. Корпоративные, скажем так, научные лаборатории и прочие институты, они получают все больше и больше развития. То есть, там больше идет за счет именно корпоративных научно-исследовательских работ. Ну, мне кажется, это именно в России происходит из-за того, что у нас, как мы все знаем, производство лежит, как говорится, а не стоит. Вот из-за этого вот то, что получается от рыб, от науки, от производства. Если нет производства, в принципе, и науки не может. И поэтому государство, вот, как вы говорите, как свою любимую жену там держит, там... Ну, мне кажется, вот так. Основная объективная причина в этом заключается. Но, тем не менее... Если нет производства, какое может быть внедрение? Я вспоминаю лозунги советских времен, да, когда единственное производство и науки и так далее. А тогда было, да? Ну, тогда более-менее такая была система. Были фундаментальные институты, были прикладные, было конструкторское бюро и так далее. Ну, это... Ну, Советский Союз, это была закрытая система. И ему приходилось все это создавать, да. Сейчас производство у нас неконкурентоспособное, получается. Я здесь не соглашусь. О том, что производство неконкурентоспособное? С направлением дискуссии, которое по этому вопросу разворачивается, никаких препятствий для того, чтобы результаты научной деятельности доходили до производства и бизнеса, сегодня никаких нет. Нету. Тут встречный поток. Тут, с одной стороны, должна быть инициатива научного сообщества в понимании того, где результаты научных исследований могут быть применены. С другой стороны, конечно, потребность у бизнеса и производства в этих результатах. Я напомню тезис давнишних критерий. Истина – это практика. Поэтому любые научные исследования в конечном итоге, они должны иметь какое-то практическое применение. Это по существу происходит. Все здесь сидящие институты имеют хозяйственные договора с крупными предприятиями в республике, в основном в республике и за ее пределами. В разные периоды объемы бывают разные, но, тем не менее, эта деятельность, она постоянная и перманентная. И очень важно, с моей точки зрения, чтобы результаты научных исследований были понятны обществу, чем мы занимаемся. То есть очень важно, чтобы ученые доносили для граждан страны результаты своих исследований в популярной форме. И тогда будет достаточно хороший отклик и с той стороны, со стороны бизнеса и общества, в необходимости развития этой сферы деятельности в стране. И для этого сейчас много делается. Текущий опыт взаимодействия с крупными бизнес-структурами Вы как расцениваете? С тоже Алроссой, с нефтяными компаниями? Он достаточно хороший, особенно с теми компаниями, которые давно работают в республике. По опыту Института геологии и алмаза, благородных металлов, я могу сказать, что Институт постоянно сотрудничает с ключевыми игроками в сфере геологии в республике. Это акционерная компания Лароса, Якутс геология, алмаза Анабара, другие недропользователи, золотодобывающие предприятия и так далее. То есть это система сложившаяся, устойчивая, и здесь есть определенное понимание. Бывают периоды достаточно сложные, связанные с осложнением экономической ситуации этого или иного предприятия. Но стратегические эти контакты на уровне и предприятий, на уровне отдельных научных коллективов и отдельных исследователей, они постоянно продолжаются. У нас вопрос телезрителя. Давайте примем. Говорите. Да, мы слушаем вас. Добрый вечер. Вот я звоню из Мегина-Хангаласского района, села Битайта. У меня вопрос к господину Виктору Шепелеву про мамонтов. Ведут ли работы по клонированию мамонтов у нас в Якутии или только за границей проводятся? И если работы будут успешными, мамонтов будут. Будет есть съедобное мясо мамонтов? Я селоженый. Барбеки с мамонта, да? Отличный вопрос. Но на самом деле не к ней. Да, но наверное не ко мне. А больше к господину Колодежникову. Колодежникову, да, Игорь Иванович. Я должен ответить, что в принципе эти вопросы, которые вы поднимали, они будоражат всю научную общественность. Я могу сказать, что вот то направление по клонированию мамонта, по крайней мере, очень достаточно хорошо озвучено теми учеными, которые занимаются изучением мамонтовой фауны в стенах Северо-Восточного федерального университета. Получится это, не получится, это покажет будущее. Ну, лично я считаю, что это, если и произойдет, то в очень далекой перспективе. Ну, а насчет того, чтобы использовать мясо вновь выращенных мамонтов для питания, ну, это, наверное, скорее экзотика. По крайней мере, в ближайшей перспективе это все-таки мясо бизонов, которые уже акклиматизировались и достаточно, будем говорить, эффективно... Ну, их же не такое количество, чтобы сразу под убой-то пускать. Ну, пока идет. В ближайшей перспективе, я думаю, в ближайшей перспективе это 10-15 лет, наверное, появится и мясо бизонов. Ну, так как вопрос был ко мне, я хочу все-таки спросить, Игорь Никеевич, вообще вот это направление, оно перспективно, на ваш взгляд? Я, например, считаю, что это бесперспективное вообще направление. Почему? Потому что это то, что мамонт, если вот вымер или не мамонт, там, другой живот, который вымерло, раз оно вымерло, значит, оно уже исчерпало свой ресурс. Оно было неспособлено. Природа отвергла его. Оно было неспособлено. Зачем искусственно создавать то, что отвергла природа? Ну, что, умнее природы? Вопрос. В некоторых вопросах, да. То, что касается еды и прочее, давайте к Айелу Ивановичу обратимся. Люди все-таки, к тем, которые в добывающей отрасли, допустим, какие-то приложения ваших научных изысканий, люди за это получают зарплаты и покупают еду. Свежее мясо, молоко и так далее. Айел Иванович, в этом направлении, в связи с принятым уже фактически законом о развитии сельского хозяйства, вот какие практические наработки именно вашего института? Все-таки желудок свой ближе к телу. Вы правильно говорите, потому что назначение, целевое назначение нашего коллектива – это получение продукта питания из местного сырья. Это, значит, продукты растеневодства и животного сырья. Сейчас, секундочку. Можно? Ручной микрофон один, да. Сбой связи произошел. Да. Продолжим. Ну, наш коллектив работает по двум направлениям, которые существуют на территории Республики Саха-Якутия – это растеневодство и животноводство. По растеневодству мы создаем новые сорта. И эти сорта мы сами же размножаем. То есть, это называется семеноводство процесс. Это очень долгий процесс. А сам вообще сорт оформляется как патент, как селекционное достижение. И мы в прошлом году, допустим, получили два патента по сортам только, не считая других патентов, да. И это идет уже на внедрение. Мы заключаем лицензионные договора с песенхозами. Республика создает сеть этих хозяйств по зонам республики. Например, Центральная, Заречная, Вилюйсо-Группы Увусов, да. И мы размножаем. Ая Иванович, давайте после неизбежной рекламной паузы продолжим близкую гастрономию и тему развития сельского хозяйства. Мы продолжаем передачу «Не пропустите главное», которая посвящена сегодня Дню науки. Каким будет направление развития науки, российской науки, якутской науки в частности. Об этом сегодня вот такой вот солидной, уважаемой научной аудитории мы сегодня разговор ведем. И прежде чем мы вернемся к проблемам сельского хозяйства, хотел бы принять звонок, который, как менеджерсеры говорят, поздравление с Днем науки. Говорите. Можно уговорить, да? Да. Здравствуйте, вам звонят из Якушка, а что такое Сергей Юрьевич? Я хотел бы поздравить всех ученых республики с их праздником в Днем науки. Пожелать им всем успехов, здоровья и всевозможных научных открытий. А особый мой привет – это директор института межботоведения Железнику Миши. Миша, здравствуй. Это звонит Шестаков Сергей Юрьевич. Миша, из тебя получился не только хороший ученый, но и, как я помню, в нашей юности ты был хороший лыжник, баскетболист, футболист. Большой привет тебе, здоровья, счастья, удачи вам. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за теплые, искренние слова. И мы возвращаемся к проблемам, не проблемам, а направлению сельского хозяйства в науке. Ну, кроме растеневодства, направление животноводства – это молочное, мясное направление и еще рыбное направление, да, из промыслов. Ну, дальше идет процесс переработки всей этой продукции, то есть мы должны получить продукты питания. Для этого у нас есть специальное направление, и это такое очень результативное направление. Мы, например, имеем более 20 лицензионных договоров только по разработке, применению технической документации, патентов, по национальным видам продукта питания. Конечно, мы сейчас ориентируемся на национально здоровое питание, и это очень перспективное направление, потому что у нас свое сырье – это мясные, коневодство, скотоводство, лениодство, молочное направление, опять-таки скотоводство и коневодство. И применение различных растений, дикой флоры нашей Якутии, да, в итоге получается очень полезно для здоровья человека, да. И, конечно же, наши предки в древние времена тоже имели свои, как бы, наработки, предпочтения. И мы их обновляем, так сказать, приводим в соответствии с требованиями, нормативными требованиями, федеральными законами, техническими регламентами. Вот это тоже есть. Ну и кроме этого, конечно, и другие новые направления, да, которые должны быть полезны для здоровья человека. Есть такое эксклюзивное какое-то ноу-хау в области того, что в человека вот такой, в гастрономии, опять же. Много чего можно сказать, но… Что бы хотелось выпить? Новое направление для нас – это вот, пока мы на животную осу применяем, да, молочные продукты с применением нашим местным бактерий. Вот, есть, для животных это показало уже свои результаты, очень эффективные, но в дальнейшем, возможно, это направление пойдет и для человека. В общем, какие-то бифоциллы, да? Да, и это полезно для людей, которые живут в таких экстремальных северных условиях. Вопрос можно? Бактерий, да, да, да. У него не коровы. Айланович, вот если сравнить коневодство, советское, вот, период, и теперешний период, каково состояние вот сейчас коневодства? Ну, на сегодняшний день у нас… По голове имеется? По голове более 170 тысяч голов на 1 января, да, получается. А в советское время? Это чуть меньше, чем раньше. Второе. В советское время у нас крупные хозяйства, совхозы были. Сейчас в основном это лично пособное хозяйство, фермерское хозяйство. То есть, структура хозяйствующих субъектов изменилась, да. Вот, ну, здесь нужно сказать, что идет замещение поголовья крупно-рогатого скота у населения именно поголовьем коневодства, да, потому что это намного дешевле, эффективнее. И в полувольном состоянии они более рентабельны, чем содержать длинный стойлый период крупно-рогатого скот-коровники, да, а тут только круглые пастбищные летние, зимнепастбищные содержания. Поэтому перспективно очень. Точно так же, как и олениост. Хотел бы к сейсмологам, да, обратиться. Все-таки у нас года три назад проходила информация о том, что зона сейсмичности, сейсмоопасности нашего региона, она изменена, да. И в связи с этим и строительные СНИПы, и предусмотрены различные мероприятия по укреплению сейсмоустойчивости зданий, да, в том числе жилых. Это, я думаю, напрямую касается безопасности человеческого жизни, да? Да, Вы совершенно правильно сказали. В настоящее время действуют нормативные документы, такие как карты общего сейсмического районирования, которые делятся на карту А, карта Б, в зависимости от степени ответственности объекта. Вот я могу сказать, что по городу Якутску в настоящее время по карте А это общее строительство, которое массовое строительство, это 6 баллов, Б это 7 баллов, и особо ответственные объекты это 8 баллов. Что бы я хотел сказать еще по поводу сейсмологии. В настоящее время наш филиал, скажем так... Вот Вы как в этом процессе участвуете, да? Да, да. 23 сейсмические станции находятся, которые работают в непрерывном режиме, то есть сейсмический мониторинг всей территории Республики Саха, и плюс Северо-Амурской области мы захватываем. И плюс мы еще проводим работы по сейсмогеодинамическому мониторингу, это на двух станциях. Это сейсмическая станция Тикси и Якутск. И плюс у нас две станции двойного назначения. Это станции, которые следят за производством, скажем так, взрывов, атомных взрывов в рамках договора о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия. Что я могу сказать? Этот год, если подвести итог, немного 2015 год прошел очень спокойно. То есть всего в Республике было зафиксировано 324 землетрясения с энергетическим классом более семерки. И если говорить об ощутимых землетрясениях, всего их было шесть. Все в основном они располагались, пять располагалось. Это северо-восток Республики и одно землетрясение на юге. Если будут вопросы, я с удовольствием отвечу. А крупные вот эти землетрясения, скажем так, близлежащих регионах, Камчатка, Япония, они каким-то образом отражаются? Да, это имеет название такое, как транзитное землетрясение. Может быть, вы помните, 3 или 4 года назад на Сахалине произошло глубокофокусное землетрясение на глубине 700 километров. И здесь в Якутске все его практически ощущали. То есть можно говорить, что сейсмическая опасность, есть местное землетрясение, которое у нас фокусируется, например, вот Кангалаское землетрясение было, очень, не очень много, но мы в настоящее время наблюдаем активность на реке Синяя. Если, да, река Синяя, вот. Но есть еще, как я сказал, транзитное землетрясение. Южно-Якутское землетрясение 89-го года, в Якутске его тоже все ощущали. Что делать в данном случае? Мы обращаемся, мы очень активно работаем с Министерством строительства и архитектуры нашей республики. Мы даем свои предложения. Предложения основные такие. Строить надо сейсмостойкое строительство. Нужно проводить грамотные инженерно-геологические изыскания. И все это придет к тому, что наши дома не будут рушиться, и значит будет повышена сейсмическая безопасность территории нашей республики. А вот смотрите, весь парк, скажем так, жилых сооружений, он с меньшим баллом, скажем так, запасом построен. Вот мероприятия, которые на повышение вот этой сейсмоустойчивости, они как оцениваются вообще? Будет ли продолжена программа повышения вот этой сейсмостойчивости? Вы знаете, я затрудняюсь сказать, потому что эта программа должна, программа вообще называлась федеральная программа, и под нее была принята республиканская программа повышения устойчивости жилых домов и сооружений. И она должна была продолжена в этом году, в 2016 году. Но вы видите, какое положение экономическое складывается со стороны, поэтому я затрудняюсь сказать, будет ли финансирование по республике или нет. Но то, что мы работали совместно с Минстроем и с Минтрансом по этой программе, это да. Мы выполняли и научные исследовательские работы, то есть мы получали государственные гранты от республики. Но это было в 2014-2015 году. В этом году мы не имеем никаких научно-исследовательских разработок и заказов от республики Саха. Это было площадное, это районирование было, в основном все работы. А с усилением конструкции каких-нибудь? Да, мы работаем. Работаем с многими изыскательскими учреждениями, которые находятся. Агропром, я не знаю, много организаций мы работаем. Но мы участвуем, как вам сказать, есть инженерно-геологические изыскания. В них есть подраздел, называется сейсмическое микрорайонирование. Вот мы берем вот эту часть и выполняем. То есть мы даем оценку грунтов и оценку площадки, на которой находятся здания. Прежде чем усиливать это здание, нужно знать, какая больность там должна быть. А может быть там пятерка будет вообще, а может там восьмерка будет. Мы же не знаем. Вот поэтому мы проводим эти работы. Сергей Иванович, а вот с прогнозированием времени наступления крупных землетрясений. Вы знаете, эта проблема была и есть. Любой прогноз, наверное, неблагодарный. Да, проблема есть, была и будет. Вы знаете, позапрошлым году происходил 27-й съезд сейсмологов в Москве, мировой съезд такой. И там было озвучено, что краткосрочного прогноза, если вы имеете в виду, конечно, краткосрочный. Потому что долгосрочный прогноз и среднесрочный, он отражен уже в этих нормативных картах ОССР. Кто хочет посмотреть, они есть и в интернете, они где угодно есть, где и за линиями, и за сейстами отображена вся больность по республике полностью. А если говорить о краткосрочном прогнозе, тут очень проблематично. И, скорее всего, мы в ближайшие, скажем, 50 лет, но я не буду загадывать, мы ничего не сделаем. И там один из девизов звучал так, что мы не можем предотвратить землетрясения, но мы можем уменьшить последствия их. То есть, опять-таки, я возвращаюсь к тому, что нужно строить сейсмостойкие здания и сооружения. Отлично. И к нефти и газу, да, все-таки. Очень перспективная отрасль в связи с большими проектами, которые направлены на зону АТР. В этой связи институты, которые занимаются проблемами этой отрасли, что они могут привнести свое для... Кстати, была такая подсказка даже, что году благоустройства наши институты занимаются определенными какими-то материалами. Было такое? А, ну вы сегодня беседовали с нашими коллегами, да, молодыми коллегами, которые занимаются разработкой материалов, которые как раз связаны с переработкой нефти и газа, глубокой переработкой. То есть, это переработка пластических масс, получение новых композиционных материалов. Ну, конечно же, эти материалы будут востребованы тем более в связи с мегапроектами, которые реализуются на территории республики Саха-Якутия. Ну, я не говорю о спорном пока еще газовом проекте по газопереработке, но в конце концов, те материалы, которые используются в Арктике, уже применяются или будут применяться, они должны обладать определенными свойствами. Вам сегодня это подробно очень рассказывали ребята, они увлечены этим. Да, что касается нефти и газа, к сожалению, нет сегодня нашего директора, да, который бы, конечно, более глубоко и более широко и более масштабно мог бы рассказать об этих проблемах. Ну, во всяком случае, я скажу о своей лаборатории, у нас как раз, у меня мульти, как это, дисциплинарные, да, пришлось заниматься не только газовыми гидратами, потому что эта проблема остается актуальной и сейчас, и причем есть новые аспекты. Чуть-чуть неуспевающие, вероятно, они будут востребованы все больше и больше, это новые отложения, новый тип отложений, это асфальто-смолистые парафиновые отложения, совмещенные с гидратными пробками, это новый вид и тип отложений. Здесь вот эта новая тема, которым мы занимаемся. Тема, скажем так, анализа, прогноза, да, это математическое моделирование, Эдуард Антонович Бондарев, известная школа, тоже представлена в нашей лаборатории. Мы занимаемся проблемами повышения коэффициента извлечения нефти с помощью применения растворов на основе водополимерных растворимых составов, да, те, которые на территории юго-западной Якутии еще не применяются, но мы показали, что они достаточно эффективные, что позволяет наиболее полно извлекать сырье из наших арктических недростов. С удивительными, ну, в смысле, ну, скажем так, не совсем нормальными, аномальными термобарическими условиями. У нас низкие пластовые температуры, таких нет нигде, и низкие пластовые давления. Ну, вообще, специфика региона, конечно, всюду накладывает отпечаток. Вы знаете, да, и даже хочу сказать, у нас есть, вот, опять же, мультидисциплинарность, да, вот, говорят, это, по-моему, не знаю, кто-то, не буду врать, то ли Валтер сказал, что наука, ставя один вопрос перед собой, решая один вопрос, ставит перед собой десяток новых. Ну, понимаете, это... Цепная реакция. Да, это цепная реакция, поэтому мы даже, осваивая, например, новый прибор, мы находим способ исследовать какой-то новый объект, например, там, ну, у нас есть такой объект, объект пчеловодства, мед, казалось бы, исследованный до основания. Нет, оказывается, совсем нет, мы нашли новый способ определять его качество, после этого мед я не употребляю. Нефтяники определяют качество меда? Да, представьте себе, да, представьте. Ну, а зато употребляю нефть, да? Ну, в каком-то смысле, да. И в виде черной икры, возможно, да? В каком-то смысле, да. Ну, здесь нефть, конечно, она как сырье и газ, это известно, что используется широко, и дальше цены на нефть все равно, так или иначе, я не хочу прогнозировать, вот, я... Да, но, тем не менее, они все равно будут востребованы как сырье для... Это начальное сырье, исходное для огромного количества синтетических материалов. А что с гелиевым вопросом? С чем? С гелиевым. А, с гелиевым вопросом, ну, знаете... Когда вот разворачивалась сила Сибири, да, очень остро стоял вопрос о том, что... Да. Зачем туда, скажем так, состоять? Ну, вот как раз мы единственная лаборатория на территории республики, которая как раз и определяет количественное и качественное содержание гелия в нашем газе. Есть у нас тоже и заказчики, ну, к сожалению, не так хорошо оцениваются наши аналитические работы, но это отдельный разговор, да, почему я вот, например, хотела обратиться к руководству нашей страны, даже обратилась бы, да, потому что если для бизнеса создаются определенные условия, да, даются какие-то, например, там и так далее, то у нас сейчас есть хорошее оборудование, которое можно было бы использовать, да, как аналитическое в качестве экспертной лаборатории, да, и специалисты, но, увы, стоимость аккредитации этих лабораторий настолько высока, что не просто, а спрос внутри республики не настолько широкий, чтобы мы могли использовать эти аккредитованные лаборатории. От 500 до миллиона рублей одна аккредитовная лаборатория, одна область аккредитации. Вот это было бы, если бы, например, в этом случае у нас были бы какие-то особенные условия, то мы бы, конечно, расширили область своей деятельности. Так вот, по гелию. Гелий есть, но гелия в стране нет. Гелия в стране нет, потому что какая-то не очень хорошая коммерческая ситуация сложилась на Оренбургском заводе по переработке, глубокой переработке природного газа. Я знаю, что там что-то происходит с собственником. Единственная была установка, ее хватало на внутренние нужды. Сейчас гелий закупается в Штатах и в Польше. Знаю не понаслышке, потому что каждые 9 месяцев у меня заливается жидким гелием магнит, сверхпроводящий на эмороспектрометре. И каждый, вот, за последние 9 месяцев стоимость гелия подорожала в полтора раза. Имея колоссальные запасы гелия. Имея колоссальные запасы. Это нонсенс. Вот это как раз говорит о том, что мы с нашими потребностями, да, мы не успеваем за развитием технологий. Не мы одни. Вообще, на самом деле, во всем мире сейчас существует такая проблема. Если вы читали последний доклад ЮНЕСКО... Я не читал последний доклад ЮНЕСКО. Я к коллегам обращаюсь. Они могли и читали, я уверена, в этом. Ну, он большой, достаточно объемный. Там как раз приводились данные по состоянию науки вообще во всем мире. И сейчас каждое, достаточно большое количество стран, кроме одной, я скажу почему, и я придерживаюсь точки зрения этой страны. Вот я считаю, что должно быть приоритетом и у нас. Почему? Потому что все решают, куда больше направить средств на фундаментальную науку или на прикладную науку. Все думают, где выстрелят быстрее. Там Бразилия, Китай, Иппония. Все сократили исследование фундаментальное. Финансирование фундаментальное. Единственная страна, которая не сократила фундаментальный объем... Вообще только финансирует фундаментальные исследования, это Соединенные Штаты Америки. Они считают так, они говорят, что фундаментальные науки всегда дают пищу для развития науки производственной, то есть на нее всегда существует спрос. А фундаментальная наука дает стимул развиваться на очень высоком уровне образованию. Вы сами понимаете, самые лучшие, самые передовые университеты, это в Штатах. Самое лучшее, самое платное образование, то есть они возвращают вклад в фундаментальную науку, возвращаются прекрасным образованием, платным образованием. То есть связь прямая. Кстати, если брать по объему финансирования, если взять мировую науку за 100% финансирования, США выделяет 28%, Китай 16%, ЕС где-то 17%, думаете, сколько Россия? 1,7%. Представляете, это позорно, позор. И после этого от нас требуют эффективность такую же, как в Китае и в США. Да, и в конце тоже резюме вот этого самого доклада написано, чем больше вложено, тем больше успехов, тем больше публикаций. Они тоже сравнивают количество публикаций в различных базах данных. Оказалось, да. Хотя я хочу сказать, большие успехи, не хочу сказать, что про Россию говорятся очень хорошо в четырех аспектах. Это науки о земле, математика, физика и информационные технологии. То есть здесь приоритет, научный приоритет во всяком случае остается за нашей страной. Хорошо. В принципе, вот достаточно специфичным получился у нас второй блок нашего разговора. И в третьем блоке я бы хотел затронуть моменты перспектив развития науки, в регионе в частности тоже. И те моменты, когда наука идет на грани каких-то общественных процессов. И об этом сразу после рекламной паузы. И третий блок нашей программы «Не пропустите главное», посвященного Дню науки. Мы даже в рекламных паузах продолжаем дискуссии. Остановились мы на тех моментах, когда представители науки оказываются на переднем клее общественных процессов. В качестве иллюстрации я приведу пример, реальный пример, когда возникало общественное резонансное движение по поводу ТССР Заречия. И именно от представителей науки тогда зависело очень многое. Вот роль науки в таких общественных процессах, она какова должна быть, по вашему мнению? Ну, безусловно, главная должна быть. Должна быть определяющая. Прогнозные характеристики, какова ситуация по экологии, по экономике, по эффективности. Это только наука может выдать. Вот, например, по экологии, да, вот строится ВСТО. Наш институт уже с четырех года проводит там мониторинг. Ну, там, где вот мерзлота оттаивает, это поднимается, чтобы аварийных ситуаций там не было. Где-то там уже на основе этих наблюдений проводятся мероприятия для устранения вот чищек этих нефти, да. И вот наш институт сейчас тоже входит в проект по Сирии и Сибири тоже. Сила Сибири там только за провод идёт по мерзлоте в час. И там тоже возникают вот такие проблемы, экологические проблемы. И вот для устранения вот таких проблем роль науки очень высока. Ну, это уже на существующих объектах. И вот ТСР тоже, там же основном поднималась вот именно экологические проблемы. Экологические, да. Это, в принципе, наука всеми силами, она может это решить, такие проблемы. Ну, мне казалось, что в случае с ТСР жители, возможно, хотели услышать резко такое неприятие со стороны общественности. И услышав, может быть, какие-то слова поддержки, что этот проект нужен целым региону, да, они каким-то образом, ну, может быть, каким-то образом зачислили научную общественность тоже не то что во враги, да, не союзники, скажем так. На самом деле это глубоко такой комплексный вопрос, который следовало решить, ну, совершенно разносторонним подходом, да. То есть оценивать все факторы и все составляющие, которые они могли. Вот я просто учился в Томске, да, там стоит почтовый ящик, грубо говоря, ядерный реактор, там штуки три стоят, да. И рядом здоровый газохимический комбинат, здоровый. Там аж не считают, что это безопасно, да. У нас же в связи с вот этими определенными свойствами грунта, да, прибрежного, посчитали, что это как бы может каким-то образом повлиять. Ну, наверное... Ну, я здесь могу добавить, вот, во-первых, весь этот вот узел, он был политизирован в определенной степени. Что для науки-то, в общем, я считаю, неприемлемо. Это первое. Второе. Вот, например, Академия наук наша сейчас имеет отдельное госзадание по проведению экспертизы. Значит, в принципе, мы уже года три имеем это задание, но в последние годы все больше и больше работ появляется, связанных именно, ну, будем говорить, с вариантами промышленного освоения северных регионов. Но то, о чем мы сейчас пытаемся говорить, мы ведь этого проекта не видели. Конечно. Мы не проводили никакой экспертизы. Я вот могу спросить все институты, кто-то из вас видел, никто этого не видел. И заранее уже устраивать обструкцию какому-то проекту, который находится где-то только в средствах массовой информации, я считаю, это неприемлемо. Этот вопрос на обсуждение надо выносить в том случае, если есть фактический проект, есть определенные заключения экспертов по разным направлениям, начиная с экологических и различных технических. И только после этого можно, в том числе и экономические расчеты, все должны быть. И надо только после этого решать этот вопрос. Надеюсь, вы все согласны, что промышленное развитие региона должно стать краевольным камнем, основой грядущего нашего хорошего существования. Переработка промышленности. Продолжение вашего разговора, что касательно промышленного развития нашего региона, во-первых, республика Саха, она горододобывающая республика. То есть, без освоения недр, кроме нефти и газа, у нас еще есть алмазы, есть золото, есть редкие земли, есть уголь, есть железная руда. То есть, горнякам, геологам и всем сопутствующим институтам, и космофизике, и физтеху, и биологам, хватит здесь работы. Я хотел бы вернуться к теме начала нашего разговора. Что-то у нас появился какой-то скеппистист. Я 35 лет работаю в институте горного дела. Много раз общались так и с директорами, были собрания, какие-то там технические всякие совещания. Но все институты внесли свой вклад в развитие республики. Не надо уж так скромничать, что мы с вами ничего не внедрили. Еще надо что-то учесть в том, что в 90-е годы в России не стало ни проектных институтов практически, и ни отраслевых институтов. В каждой отрасли, в том числе в угольной отрасли, черной металлургии, были те институты, которые реализовывали наши разработки. А сейчас правительство и вообще, ну да, правительство переложило на академическую науку все проблемы, и проектные, и изыскательские, и конструкторские, и все, что было раньше, и то, что за эти 25 лет разрушено, ну 30 лет. Вы все прекрасно знаете, вот я по своему опыту института в 90-х годах, с 90-х или с 80-го, когда мы создались, и до сегодняшнего дня численный состав сотрудников института хранился, сократился почти в три раза. Это во многих институтах у наших коллег такая же ситуация, не только в республике, а во всей стране. И еще плюс того, что финансирование режут безбожно. Ну давайте все-таки... Поэтому оптимизм есть, и надо, вот я бы хотел, пользуясь случаем, пригласить школьников, студентов, которые сейчас учатся в нашем университете, идти в науку. Работать интересно, тот, кто приходит, с интересом работает. Ну так вот принято, маленько престиж упал. Что-то не получается. Не, наоборот, последнее время престиж как раз науки достаточно высокий. Я как аналитик неких общественных процессов, настроений каких-то в обществе. Очень хорошее отношение. Я тут просто не скажу. Это не 90-е годы, когда были какие-то там магнитные присутки и так далее от НИИ ведущих. Очень серьезный подход, серьезные отношения. Молодые люди стремятся. Они осознанно делают свой выбор в пользу науки. Они видят себя в науке. Это благодаря научно-популярным журналам. И еще я бы хотел сказать по поводу празднования Дня науки. Я много был раз в Москве, ездил на общее собрание в Новосибирск. Благодаря нашему первому президенту, потом Вячеславу Анатольевичу Штурову и сейчас нынешнему президенту или главе республики. День науки, так как празднуют у нас в республике, нигде никогда не праздновался. Не в СССР и не в России. Сейчас потихоньку начала вот эта традиция разрастаться под другим регионам, научным центром. Вы даже директора институтов по поздравлениям чувствуете, что в самом деле уже... Поэтому спасибо руководству республики, что к этому празднику у нас в республике относятся серьезно и с уважением. И очень коротко в заключении. Все-таки каким вы видите дальнейшее развитие ваших институтов, вашей деятельности? Ну, наверное, я скажу. Вот Академия наук, она работает по отдельным государственным заданиям. Это вообще такая своеобразная работа. Но, несмотря на это, у нас есть определенные стратегические направления. В принципе, когда они формировались, за основу было взято те направления, в которых, ну, будем говорить, правительство республики имеет какую-то меру ответственности. Ну, это гуманитарное направление, это вопросы экологии, это вопросы социальных проблем, это мамонтовая фауна, как имиджевая политика республики. И, естественно, вот Академия наук сейчас, по сравнению, допустим, с 2008, 2009, 2010 годами, гораздо чувствует себя увереннее и гораздо больший объем работы выполняет. Я поэтому в плане вот должен поддержать нашего коллегу, директора Института горного дела, что со стороны республики, вот помимо моральной поддержки, есть и, по крайней мере, по линии Академии наук республики, есть и серьезная материальная поддержка. У нас время, кстати, очень ограничено, да, все-таки час, а пролетело так быстро, да, за обсуждением насущных вопросов якутского сектора российской науки. Да, еще раз вас всех с Днем Российской Науки, я более чем уверен, что вы свой вклад внесли в развитие нашего региона, нашей республики. И хотелось бы призвать, чтобы и ваши молодые коллеги продолжали в том же духе. Спасибо. Спасибо.